Летние каникулы закончились и у артистов легендарного МХАТа. С началом сентября у служебного входа вновь не протолкнуться. Вот к дверям тихо пробирается Константин Хабенский. Следом с фурором прибывает Ирина Мирошниченко, сторожил театра, примкнувшая к труппе сразу после окончания вуза в 1965-м. «Как 1 сентября в школу, знаете, с ощущением счастья, надежды и вот с этим предчувствием творчества, которое я всегда жду». Сбор труппы больше похож на премьеру. Только в зрительном зале Михаил Пореченков соседствует с Андреем Бурковским, Станислав Дужников с Игорем Верником, а в первом ряду с края скромно присел Дмитрий Дюжев. В этот день аплодисментами благодарят работников сцены, осветителей, гримеров, монтажеров. Всех, без кого в театре, никуда. Театр — это жизнь духа, это каждый раз учение, это школа, которая не заканчивается никогда. Это вечная, живая история, сиюминутная, здесь, сейчас, происходящая на ваших глазах. И это самое ценное, что есть в театре. Каждый раз, приходя, я не знаю, как пройдет сегодняшний спектакль, по-живому, от того, какое у меня настроение, как я подготовился, как я себя ощущаю. Поэтому для меня вот эта живость, жизнь, вот то, что вот ничем её не заменишь, это самое ценное. Под вечер новый театральный сезон открывает «Бег по Булгакову». Пьеса о разгроме Белой армии и трагедия миграции написана специально для МХАТа в 1928-м. Но из-за цензуры при жизни Булгакова её так и не поставили. Сегодня в главных ролях Анатолий Белый, Михаил Пореченков, Ирина Пегова и Игорь Верник. МХАТ мечтал, чтобы этот спектакль здесь произошёл, но по политическим соображениям этого не произошло. Булгаков очень сильно это переживал, он очень любил эту пьесу. Перед смертью он даже не мастер Маргариту правил, он правил «Бег». В этом сезоне среди главных премьер МХАТа – новая версия «Чеховской чайки» и «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева.